Всем привет и друзья! Это ваш любимый дядюшка Али Шоу, как обычно пришел к вам с очередной классной подборкой товаров. В этом видео вы увидите винтовку, собранную из лего, коврик, который вводит в ступор котов, ключи от машины, в которой можно спрятать украшения и многое другое. Запасайся чем-нибудь вкусненьким, подписывайся, ставь лайк, ведь в конце видео у нас, как обычно, конкурс на новенький смартфон Samsung Galaxy A11. И мы начинаем! Кто помнит из детства дневники, блокноты и шкатулки на замочках, ключи от которого вечно терялись, да и сам замок, скажем честно, был ненадежным. Сломать тот маленький замок было расплюнуть, а ключ был настолько маленьким и ломким, что даже говорить не о чем. Но этот замок, мало того, что выглядит он очень внушительно, хотя его размеры весьма малы, но еще и поражает он своей функцией. Открывается он только при помощи отпечатка пальца. Никаких тебе ключей, никаких магнитов, даже код запоминать не нужно. Да и вскрыть его будет задача не из легких, ведь ключом к такому замку являются руки владельца, а точнее его пальцы. Следующая вещь это просто мастхев для аварийных людей, с которыми часто случаются какие-то непредвиденные случаи, либо же для людей, в чьих жилах течет любовь к экстриму различного рода походам и проверкам себя. Хотел бы я сказать, надеюсь, что такая вещь вам не понадобится, но будем реалистами. Случается разное и лучше быть всегда на готове. Данный пластырь прекрасен для открытых ран, которые в идеале нужно пережать чем-то, а впоследствии зашивать. Чтобы не потерять много крови и не занести заразу, необходимо пережать кожу. Благодаря вот таким специальным полоскам вы можете очень качественно остановить кровотечение, пережать рану, ну а после в обязательном порядке в больницу. Все мы помним классные 3D рисунки на асфальте за рубежом, видео с которыми вирусилось несколько лет назад. Существуют даже специальные музеи с такими кажущимися на первый взгляд объемными экспонатами, но все мы понимаем, что это обман зрения. Вот и коврик такой даже есть, аж смотреть на него страшно. Кажется, что человек, стоящий на этом коврике, вот-вот провалится в неизвестность. В этом как раз и заключается прелесть. Только посмотрите, в каком недоумении находятся эти пушистые коты. Наблюдать за их реакцией, а также за реакцией гостей, которые увидят сие чудо в первый раз, однозначно того стоит. В холодильнике мало места, и ты не знаешь, куда положить очередную банку или консерву. На такой случай были изобретены магнитные держатели для холодильника. Да, ты не ослышался. Можно повесить на магниты твою тушенку или шпроты в холодильнике и освободить немного места для других вещей. Эти штуки имеют четыре сильных магнита. Судя по всему, из-за сохранности еды можно не переживать. Даже один магнит способен удерживать полноценную банку. Скажу так, очень интересная и полезная штука, но весьма необычная. Наступать на запчасти детальки лего очень больно, согласитесь. А каково получить такой деталькой прямо из игрушечной винтовки? Да и не просто игрушечной, а сделанной тоже из лего. Боюсь представить, сколько времени нужно, чтобы собрать это оружие. Но собранный результат превосходит любые ожидания, потому что это настоящая копия винтовки Азимова из CS GO. Готов поспорить, что собирать такое оружие самостоятельно, смотреть часами в эти инструкции и пытаться сделать всё правильно, а после держать его в руках, перезаряжать и стрелять по мишеням, сделанным, кстати, тоже из лего. Просто непередаваемое ощущение. Как часто вы хотели нанести своё изображение или сделать какую-то пометку на разных предметах, начиная с одежды, заканчивая, например, посудой? Теперь не придётся портить вещи маркером или скотчем. Есть настоящий мини-принтер, который наносит изображение на любую поверхность. Наверняка его можно использовать даже для временных татуировок. Даже не могу представить пока, как работает данная штука. Если вы разбираетесь в этом, обязательно напишите в комментах. Но вы и только гляньте, она способна перенести надпись или мини-картинку на дерево, ткань, пластмассу, кожу и другие вещи. Чудо техники! Особенно полезна она будет тем, кто имеет свой мини-бизнес. А эту вещь, а именно антистресс, вы наверняка видели в смешных видосах. На первый взгляд просто резиновый кусочек сыра. Но мы ведь все с вами понимаем, что всё это не может быть так. Стоит сжать этот сыр, как из него вылезает мышь. Сюрприз, так сказать, да. Очень простая и банальная, но залипательная игрушка. Этот кусочек сыра постоянно хочется жамкать до бесконечности. Действительно антистресс, потому что успокаивает в какой-то степени. А ещё, мне кажется, она будет очень интересна детям, особенно маленьким. Ставлю этому антистрессу 10 дырок в сыре из 10. Все мы видели различные вариации тайников. Были и книги, которые оказывались не книгами, и коробки от хлопьев, которые по итогу обнаруживались как целый сейф, чего только не придумают люди, чтобы спрятать дорогие вещи. Вот и не обошлось без такой полезной штуки в нашем топе. И это не просто тайник, который можно поставить и спрятать туда своё сокровище. Этот тайник можно всегда носить с собой, и никто ни о чём не догадается, потому что он выглядит как ключи от машины. Скажем так, тайник весьма надёжный, потому что лично я таких ещё не встречал. Однако его минусом будет очень маленькое место хранения. Туда можно спрятать купюру или какое-нибудь маленькое украшение, но не более. Для хранения, например, ценных бумаг понадобится совсем другой тайник. А об этой штуке я буквально мечтал в детстве. Хотя готов поспорить, что я не один такой. Ну как может не нравиться подобный автомат, стреляющий пузырьками? Его единственный минус, как по мне, это колоссальные затраты на мыло, заливаемое вовнутрь. Однако для праздника, думаю, оно того стоит. Вы только представьте, как с этой штукой можно прикалываться и делать пранки над друзьями. Это же очуметь! Пойду-ка побыстрее закажу её себе. Что-то я тупанул. Ну а теперь я покажу вам реально годную вещицу. Если вдруг кто-то по какой-то инопланетной причине до сих пор сидел и не находил ничего по душе, берегитесь. Сейчас будет кое-что реально крутое. Это просто бомбезная приколюха в комнату, выполненная в стиле всеми любимого фильма «Назад в будущее». Кстати, если вы шарите за то, что это за модель машины, обязательно напишите в комменты. Так что про неё говорить ещё-то, я даже не знаю. Вы всё видите сами. Она левитирует, обалденно выглядит и подсвечивается. Разве что-то ещё для счастья может быть надо. Не знаете, как расслабить свои ручки во время школьных перемен? Тогда держите антистресс головой динозавра. Он абсолютно не похож на другие. Мало того, что сам прикольно выглядит, так ещё и очень круто расслабляет. Внутри игрушки находится один большой прозрачный шарик, содержащий в себе много маленьких орбизов. Сдавливаете голову Дина, и шарик, находящийся у него в пасте, в несколько раз увеличивается в размерах. К слову, он очень мягкий. Ребят, мы же с вами всё прекрасно понимаем, что от бытовых забот ну просто никуда не деться. Как ни крути, порой приходится что-то где-то подкручивать, подвинчивать и тому подобное. Но докупать все новые крепежи, все новые биты тоже ведь не дело. Поэтому я предлагаю вашему вниманию самоподстраиваемый аксессуар, который сделан по такой схеме, когда, чтобы вы в него не всунули, ненужные крепежи уйдут вниз и останутся лишь необходимы. Короче, штука мастхев. Вы, в принципе, и сами всё увидели по ролику. А это просто обалденная игрушка от ребят из Лего, которая носит кодовое название Лего Техник 421-29 и представляет собой полноприводный грузовик-внедорожник Mercedes-Benz Zetros. Кроме увлекательнейшей сборки, вы сможете использовать даже и какое-то там приложение на телефон, способное управлять машиной с расстояния. В общем, создатели знатно запарились над этим проектом. Ну а про внешний вид, его мощный движок и качественные материалы я вообще молчу. Думаю, это и так для всех очевидный факт. Кстати, если вы уже здоровый лоб и сидите, сомневаясь, нужно ли оно вам, то не переживайте, эти наборы реально подходят не только детям. Из-за сложной и очень интересной сборки они буквально с головой погружают в процесс даже самого занятого бизнесмена. Если моноколесо наводит на меня страх, даже когда на нём проезжает другой человек неподалёку, то вот эта штука, наоборот, очень не нравится и кажется полезной в быту. Ну вы представьте, встали на вот этот вот ховерборд и поехали себе по делам, по парку, по улицам, да даже по тем же кочкам. У вас обе ноги стоят на опорах и вы чувствуете себя уверенно. А про подсветку я вообще молчу, будто бы в каком-то фильме находишься. Ночью всё реально ярко и красиво, без внимания точно не оставят. Скорости всё остальное аналогично в пределах разумного для города. Короче, топчик. Разве существует на нашей планете такой человек, который не любил бы музыку? Разве что не поздно ночью от своего соседа сверху, когда ты пытаешься уснуть? По-моему, таких тупо нет. Вот и цените при таком раскладе следующего Bluetooth-колонку. Никаких вам проводов, качественный звук, приятный интерфейс и крутой внешний вид. Всё идеально сочетается. Ах да, чуть не забыл, цена тоже не кусается. Колонка действительно стоит внимания, особенно если вы любите слушать что-то в комнате. Объёмный звук прямо с головой погружает в композицию и доставляет море положительных эмоций. Я когда впервые услышал, аж офигел. Не понимал, почему раньше до этого руки не доходили. Короче, я доволен как слон. Порой мне кажется, что моего кота просто не угомонить. Он вечно носится, вечно играется, что-то дёргает, таскает, мяукает. В общем, как заводной. И вы не поверите, я заказал ему вот эту игрушку, вроде как стандартную. И уже несколько дней он от неё не отлазит. Сидит, смотрит, другой раз лежит под ней, как на видео, и лапками ловит. Затем бегает по кругу, испытывает себя на скорость. В общем, покоя она ему не даёт. Поэтому если вдруг у кого-то из зрителей такая же история, вы теперь знаете, что делать. Время от времени любому автомобилисту приходится мыть свою красавицу. Конечно, можно заехать на автомойку и не париться, но лично я, например, люблю всё делать сам. Да и вообще, аккумуляторная мойка высокого давления никогда не будет лишней. С ней машину можно помыть из любой ёмкости или водоёма. Само устройство выглядит как пистолет, и обладает достаточно скромными габаритами. Его удобно держать в руке и перевозить с собой. Ёмкости аккумулятора хватает на полчаса работы, что является хорошим показателем для аппарата мощностью 50 Вт. На одной зарядке мойка использует 32 литра воды. Струя регулируется от тонкой для промывки труднодоступных мест до настоящего веера. Что-то сказать, я остался доволен. Ребят, ну вот и подошёл этот ролик к концу, но у нас ещё остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Александр Салат. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Всё, всем пока!